Приветствую всех любителей кошек, а также любителей кошек породы Минкун. Сегодня я хотела бы начать новый цикл видео про поведение, психологию, воспитание, взаимоотношения с человеком наших любимцев. И начну наверное с того, что когда в ваш дом приезжает котенок, нужно сразу установить правила поведения его и взаимоотношения с вами. То, что нельзя большому коту, нельзя и маленькому котенку. Если эти правила будут как-то изменяться, готовьтесь к тому, что ваш котенок может как-то неправильно, неадекватно отреагировать на эти изменения. Кошки очень упрямы и не стоит этим упрямством мериться с кошкой. Что касается Минкунов, Минкуны очень любопытны, они залезут на все шкафы, все выникают, все разузнают. Так что это любопытство, ничего не надо скрывать, пусть они все проникают. И например на эти высокие шкафы, они потом уже может и не захотят залезать. Минкуны любят общество, любят общество людей, детей, животных, кошек, собак, щенков, котят. Со всеми любят играть, очень хорошо, дружно сживаются. Как-то им это замечательно, наоборот большой плюс, когда в доме есть еще животные, есть маленькие дети. Это замечательно для Минкуна, замечательно для детей, все хорошо будут играть. Только вот хочу, большой просьбой, не нужно разрешать вашему Минкуну играть с хомячками, с морскими свинками, с попугайчиками. Это может очень плачевно закончиться для последних. Потому что Минкуны это прежде всего хищники, любят охотиться, играть, ловить. Так что будьте внимательны. Также Минкуны различают своих и чужих. Это не говорит о том, что к чужим, к вашим гостям, например, Минкун как-то будет агрессивно относиться. Нет, он не будет ни шипеть, он даст себя погладить. Но вот долго усидеть на руках чужого человека, вашего гостя, ну вот он, наверное, не даст долго сидеть на руках. Как-то вот отойдет, бежит к хозяину. Хочется еще сказать о воспитании маленького котенка. Вот когда в ваш дом приезжает котенок, скорее всего, он, естественно, начнет где-то что-то залезать, куда нельзя, либо там висеть на шторах. Это нужно сразу остановить. Как это сделать? Ну, главное оружие против такого противоправного поведения, это ваш голос. Кошки замечательно понимают интонацию голоса. Как-то вот к вашей команде нельзя, либо к другой команде. Привыкают и уже слушаются, и уже не хотят лезть на шторы. Также еще я рекомендую использовать распылитель. Вот у меня верхняя часть распылителя. Он втыкается в пластиковую бутылку. И им можно, например, брызгать в котенка, когда он, например, висит на тех же шторах. Котенку это сразу как-то не нравится. Он не связывает это брызгание с любимым хозяином. Как-то вот не хочется ему больше найти шторы лазить. Он это вообще, мне кажется, как какую-то кару свыше воспринимает. И, ну, начинает уже вести себя правильно именно в вашем доме. Дальше, что о воспитании котят. Если ваш котенок или уже подросшая кошка начинает вдруг, ну, например, точить в коксе ваш новый кожаный диван, то можно в него кинуть маленькую мягкую игрушку и либо какую-нибудь маленькую мягкую шапку. Но это самое, вообще, это самый край, что можно делать с котом. Ну, хочется тоже тут уточнить, если ваш любимец рвет диван, это уже проблема не у кота, а проблема у владельца. Это владелец не купил ему хорошую когтеточку, удобную когтеточку. Где вот захочет любиме сточить когти, либо не смог приучить к этому своего любимца. И так, все-таки хочу еще раз сказать, что физические наказания недопустимы. Кошкам ее нельзя бить, в принципе, совсем нельзя бить. Это к чему может привести к тому, что кошка озвобится, начнет пакостить. Кошка не поймет, почему ее бьете. Она не сможет делать какой-то анализ и как-то с каким-то противоправным действием это соединить. Она твердо поймет. А если вы ее бьете, значит, вы плохой. Все, как бы на этом закончатся все ее логические размышления. Так что никаких физических воздействий на кошку мы не делаем. Тоже вот обозлиться может, начать где-то метить, метить всем запахом вашу одежду. Ну и отношения с таким животным будут испочвены. Напоследок хочу сказать о хорошем и приятном. О такой привычке майн-кунов, как приносить, например, веревочки, шнурки, мячики, мышки, любимые свои игрушки к ногам хозяина. И как бы наникать, чтобы с маленьким котенком или подросшей кошкой поиграли. Обязательно поиграйте в этот момент с вашим любимцем, потому что вообще это очень приятная, мне кажется, такая привычка майн-кунов. И коту очень тяжело и скучно жить в его квартире, ему там мало места, как-то вот хочется поиграть, побегать. Поэтому игра с хозяином, во-первых, скрасит жизнь вашего любимца и улучшит отношения между вами. На этом, наверное, я захочу закончить это видео. Любые ваши комментарии, любые вопросы пишите под видео, на все отвечу. На самое интересное сниму видеоответ. И спасибо за внимание.